Успешный коллектив – это здоровые сотрудники. Во Владивостоке состоялась региональная научно-практическая конференция на тему укрепления здоровья дальневосточников, социальная ответственность работодателей. Тема актуальная, ведь на работе человек обычно проводит большую часть жизни, и чтобы оставаться здоровым и эффективным, должны внедряться корпоративные программы здоровья. В Владивостоке конференция посвящена самому главному, на мой взгляд, что может быть в этой жизни – это сохранению здоровья. Но сохранению здоровья на участке, когда работодатель о своих работниках через реализацию программы укрепления здоровья работающих помогает людям сформировать обычные, простые, но очень важные привычки. Правильное питание, физическая активность, хорошее настроение, умение управлять своим настроением. Я хотела бы, чтобы мы сегодня поделились тем успешным опытом, который имеется у многих организаций в Приморском крае, и у медицинских, у организаций из других секторов экономики и бизнеса, и чтобы этот опыт нашел практическое применение. Мероприятие собрало более 200 участников – специалистов практической медицины, руководителей компаний, включая тех, где такие программы уже успешно работают, а также менеджеров здоровья. География конференции – все Приморье. Хабаровский край, Камчатка и Амурская область. Специалисты обсуждали, делились опытом и статистикой о взаимосвязи здоровья отдельно взятого сотрудника и процветания компании. Скажите, пожалуйста, честно, я задавал этот вопрос сотрудникам заводов, я задавал этот вопрос руководителям банков, и задам этот вопрос. Скажите, вот представьте вот это состояние, когда вы себя плохо чувствовали по той или иной причине. Насколько вы эффективны в течение этого времени? Головная боль, плохое даже настроение, депрессия, переутомление. Мы все с вами переутомляемся на рабочем месте. Насколько вы эффективны? Ну, в процентах. Насколько? На 20 процентов. 30. Это те программы, которые позволяют снизить вот это количество проблемных дней, с которыми мы как люди сталкиваемся. И это приводит к колоссальному эффекту. О своем опыте внедрения и развития корпоративных программ «Укрепление здоровья работающих» рассказали спикеры Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» и АО «Терминал Владивостока». Как отметила Анастасия Хученко, внедрение таких программ во многом зависит от первых лиц предприятий, но и общественная инициатива не менее актуальна. Я сейчас приеду с пресс-конференции, скажу ему, слушайте, давайте укреплять здоровье. И вот мне сказали, что можно укреплять здоровье. Какими вариантами? Просто мне позвонить. Позвонить в наш региональный центр общественного здоровья. Его телефоны, мы сейчас вам их оставим. Его телефоны, адрес Сахалинская 1А, его электронная почта. Все есть. Первое, что нужно сделать, это начать взаимодействие с людьми, у которых есть компетенция помочь в разработке, в доведении до понимания уже этого вопроса. И мы для этого именно и работаем. И это абсолютно бесплатно для вашего работодателя. В завершении мероприятия Анжела Кобиева представила новый региональный проект «Школа менеджеров здоровья». Первые 30 человек из всех уголков Приморья будут разрабатывать и внедрять проекты по охране и укреплению общественного здоровья на местах. Эти люди не медики, они энтузиасты. Они будут получать все необходимые знания и напрямую консультироваться со специалистами Приморского регионального центра общественного здоровья, а те выезжать в край для методической поддержки. Ирина Шилина, Олег Завьялов, Новости на Восьмом.